Приветствую вас! И по моему мнению, вам стоит обратить свое внимание на несколько деталей, элементов вашей ситуации, которые вы показали. Первый элемент, первая важная деталь, это момент, с которого вы начали задумываться о том, как бы, какое место вы занимаете для своей девочки. То есть, вот вначале у вас ничего этого не было, да, вначале все было хорошо, а потом вы стали помешать, что чувствуете, думаете, что вы вот не беру в нее, почему так и так далее. То есть, стали себя противопоставлять предыдущим парням ее. Об этом заключается вот в чем. Почему вы это делаете? Почему на вас стало это так давить? Может быть, скрытые неуверенные в себе это, скорее всего. Может быть, недостаточно ярко выраженные в мужестве называют? Тогда нужно подумать, что для вас есть проявление мужественности, что для вас есть проявление уверенности и ставить перед собой цели, разбивать их на задачи и достигать их, повышая тем самым свою уверенность в себе, самооценку, самолюбие и прочее. Это очень важно, но для начала необходимо выявить первую причину. То есть, причину, по которой вы начали вообще об этом задумываться. Первичное обстоятельство. Ваши первичные мысли первые. не те, которые у вас сейчас, про ее парней, про девчонок, нет. Именно про те первые образы, которые вы начали, которые начали появляться у вас в голове, у вас со мной. Вот это нужно разобрать, выявить, что же, собственно говоря, точит ваши самолюбы. Дальше. Давайте попробуем пойти так. С одной стороны, вас беспокоит и волнует тот факт, что девочка с вами была не первый раз. То есть, у нее до вас что-то было. С другой стороны, как я понял, у вас тоже до нее кто-то был. Вот давайте попробуем понять сравнение. Почему то, что вы не были девчонок до интимных отношений, с ней. Вы воспринимаетесь спокойно и не жалеете о том, что спали с другими женщинами сами. А то, что она спала, вы женеете. В чем разница? Что отличает вас от женщин? Ваших. Просто подумайте, что отличает. Кроме физиологических особенностей, больше ничего. Да и физиологических особенностей, по сути, лишь формат. Но подумать нужно вам о том, что отличает вас и потерю вашей девственности от девушки и потери ее девственности. Почему вы жалеете о себе? Ой, жалеете о ней, прошу прощения. И не жалеете о себе. Что такого отличного друг к друге у вас? Этот вопрос нужно прояснить. Понять его. Думаю, если вы займитесь такой сравнительной характеристикой, многое вам станет понятно. По той причине, что и мужчина, и женщина мало чем отличаются в этом смысле от друг от друг. Дальше. Дальше мы поговорим, собственно, про саму девушку. Почему вы придаете этому такую цену, такую важность? Чем это обусловлено? Логично предположить, что если бы вас волновала целомудренность, то уже на стадиях ранних, узнав, что девушка уже была с мужчиной, вы бы с ней встречаться не стали. Но вы начали с ней встречаться, и вы начали с ней спать, и лишь только спустя какое-то время начали об этом задумываться. Значит, ее девственность вы воспринимаете в контексте своих сомнений, своих предпочтений, своих желаний. Какие они? Почему это для вас так ценно? И какова связь этого с реальными отношениями, с реальным взаимодействием между мужчиной и женщиной? просто попробуйте проследить эту связь. Попробуйте ее восстановить, и вы ее не увидите. И думаю, в качестве последней рекомендации, я напишу вам поведение, которое поможет не портить отношения с девушкой каждый раз, когда вас так закрывают. И может быть, в будущем вам это поможет даже полностью искоренить свои такие мысли. В каждый раз, когда вам хочется начать думать на эту тему, что-то делать, говорите за девушке, начинайте проявлять с ней позитив, нервность, любовь, ласковую заботу и так далее. Первые разы вам придется делать это самостоятельно и через силу. То есть вам придется заставлять себя это делать. Но спустя 3-4 раза, вы удивитесь, насколько легко вам это будет давать. И каждый раз, когда у вас появятся негативные эмоции, негативные мысли, желание сделать что-то, связанное с проблемами, которые вы описали, вы будете, по сути дела, замещать это позитивом к девушке. Это укрепит ваши отношения и долгосрочные перспективы, поменяя в целом ваше отношение. Потому что с этих мыслеволниках вы тоже проявите позитив и эти мысли уйдут. И вы вскоре поймете, что все это лишь обращение ваших страхов, ваших сомнений, может быть проблем в семье, в несколько родительских отношениях, но все это чисто ваше и не имеет отношения к реальному положению вещей. И уж точно, я как девочка. Когда мы говорили о ваших первопричинах в начале видео, тут возможно вам одному не спрячется, потому что не всегда можно правильно оценить свои мысли и самостоятельно их проанализировать. Поэтому, если вам важно разобраться в себе, важно сохранить отношения, выберите эксперта на нашем ресурсе и начните с ним работать. Уверен, вам можно помочь и сделать вас и вашу девушку счастливыми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Спасибо за просмотр!